И тема моей проповеди – распознай свое помазание. Многие из нас не понимают, что они уже благословены и уже помазаны. Каждый из вас помазан для определенной цели, и очень важно распознать то помазание, в котором ты находишься. Вы знаете, Давид, он был помазан на царе, и все мы знаем, хорошо царствовать, но его помазание, оно было для того, чтобы поражать врага. Он воин, и как только он уходил от военных действий, он грешил, согрешал, не мог делать определенные вещи. Когда он на войне был, на нем было помазание, и это помазание работало. Был такой Самсон. Его помазание было в его волосах, кто из вас знает. Но волосы женщины растят для красоты, а он – для силы. И он подумал, что это красиво. И он начал этими волосами показывать, какой он красавец. Он любил женщин. Проблема в том, что он любил женщин. Знаете, некоторые думают, что помазание их дано им для того, чтобы они пользовались, как хотят, но это не так. Когда я распознаю свое помазание, оно должно направлять меня и вести меня. Что такое помазание? Это определенная цель твоей жизни. Это то, что должно направлять тебя. И если ты еще не распознал своего помазания, ты будешь думать, что ты свободен. Но я не свободен. И вы знаете, Иисус не был свободен. Его помазание было направляло его куда? В Иерусалим. На крест для того, чтобы иметь некую свободу на кресте. И что мы сегодня будем праздновать? Это причастие – это помазание Иисуса Христа. Какое помазание мы сегодня имеем? Израильский народ имел помазание, как общий народ, чтобы родить Иисуса Христа и привести в мир Спасителя. И это их помазание было. Скажи, какое у меня сегодня помазание? Да, мы должны свидетельствовать об Иисусе Христе, и наше свидетельство должно быть в силе, в духе, в благословении. И если я потерял это, значит, что-то во мне не так. Помазание. Послушайте, помазание, оно влечет нас куда-то. Оно направляет нас. И оно не дано тебе для того, чтобы ты жил в свою прихоть, в свою волю. Потому что некоторые думают, я что хочу, то и делаю. И вы знаете, самое интересное, Давид, по сути дела, когда согрешил, он совершил акт насилия над своим другом. Но это был человек, который не из евреев. И Давид, может быть, поступил по своей ментальности правильно. И по своему пониманию он поступил так, как должен был поступить. Потому что он не ходил в храм и не мог приносить жертвы Богу. Потому что он призван был убивать таких. И он взял себе в жену его жену, от которой уже у него был ребенок, потому что он согрешил с ним. По сути дела, он поступал, как все цари. Но он неправильно поступал перед Богом. Вы знаете, часто мы неправильно поступаем в своем помазании. Почему? Потому что нам кажется, что мы правы. Бог не все позволяет. И это очень важно, когда ты осознаешь это и ты понимаешь, Бог не позволяет тебе оставаться в том, что ты не должен находиться. Да, Он хочет, чтобы ты возрос. Помазание не позволяет тебе быть во грехе. Он тебя убивает. И Он в будущем может тебя убить. Распознавая помазание, ты начинаешь понимать, что тебя удовлетворяет. Почему? Потому что есть пища, которой вы не знаете. Помазание это еще то, что тебе дает удовлетворение из жизни. Благословение. Вы знаете, тебя не удовлетворит ни твоя жена, ни твой муж, ни то, что вокруг тебя. Даже ни дети не удовлетворят, хотя это благословение от Господа. Тебя не удовлетворит ни твоя жизнь. Временами что-то будет проходить, но помазание только удовлетворяет. Есть то, что ты должен воспитать в себе и правильно прожить. Я хочу, чтобы наша жизнь была счастлива. Кто из вас хочет быть счастлив? Бог призвал тебя к счастью. Даже если все будут смотреть на тебя и думать, ой, как ему тяжело, но ты будешь счастлив. Потому что некоторые люди в своем помазании они счастливы. Счастливы. И Библия говорит об Иисусе Христе, что Он помазан Илеем. Радости более всех. Он счастлив был более всех. Если ты сегодня хочешь быть счастлив, тебе надо двигаться в своем помазании и делать то, что Бог призвал тебя делать. Но надо распознать. Вот это распознание и очень сложный вопрос. Вот это распознание очень сложный вопрос. Некоторые приходят в церковь и они говорят, пастырь, что нам делать? Пастырь должен распознать. Но послушайте, не пастырь ваш помазывает, а кто? Пастырь может определить, что уже на вас есть. И помочь вам этому раскрыться. В послушании. Но Бог помазывает тебя, когда ты уже идешь. И вы знаете, некоторых не остановишь. Мне нравятся такие. Помните, Давида пытались остановить, когда он хотел убить Голиафа? Голиафа, его братья, он отвернулся от них. Царь, который надел на него доспехи, тоже пытался его остановить. Он снял эти доспехи. Он не был готов к царским доспехам, но он хотел убивать помазание, которое было на нем. Царя, который должен завоевать этот народ и дать, у него работало. Послушайте, сегодня у тебя есть это помазание для того, чтобы ты действовал в силе. Но что-то тебе мешает, и кто-то всегда будет с тобой сражаться. Он будет пытаться тебе рассказать что-то и объяснить что-то, и говорить, слушай, это не твое. Но, и вы знаете, некоторые проповедники, они вовлекают вас в свое, в свое служение, в свое, и вы не можете вырваться оттуда, но вы помазаны. Помазание, оно должно послужить многим людям. Я прочту что-то. Давайте откроем вместе со мной. Первое послание Петра. Петра. Вторая глава, с первого стиха. Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, как новорожденное младенце, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, что он добр. Знаете, каждый раз, когда я прихожу и вкушаю, что благ Господь, это не всегда мне получает удовлетворение. Но он говорит, что помазание я черпаю из Слова Божьего. Если твое Слово, оно пылится на полочке, и ты уже не читаешь его, вы знаете, очень важно приходить на разборы Слова, очень важно проводить разборы Слова, это твое помазание. Вы знаете, как Давид вырос в царе, и как помазание начало служить ему? Когда он начал пользоваться помазанием в полноте, потому что он хотел стать царем, но не знал как, без Бога это невозможно. Ему надо было стать царем в Боге, он стал священником, без Слова это невозможно. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вас спасение. Я должен определить, как и что. И вы знаете, самое интересное, мне очень нравились некоторые места из Библии, которые влекли меня. И вы знаете, как правило, эти места из Библии, они наталкивают тебя на то, что ты должен делать. С первого момента в моей жизни было послушание. Мне не хотелось, потом хотелось, мне что-то хотелось или не хотелось. Кто из вас имеет машину, поднимите руку. У кого она ломается? У всех, да, нормально. У нас бывает, что-то ломается в жизни. И машины тоже ломаются. И когда за ними смотришь, они тоже ломаются. И бывает, что-то непорядочно происходит. Но послушайте внимательно. Вы прислушиваетесь к тому, что сломалось. Есть признаки того, что сломалось. Если машина не заводится, значит что-то проблемы с тем, который крутит стартером. Если есть проблемы с зажиганием, то ты определяешь эти тоже проблемы по звуку. Правда? По слуху. Есть пища, которую вы не знаете. Есть то, что вы еще не слышали. И вы знаете, не все понимают это. Не все разумеют. Но послушайте, когда ты слышишь что-то приближающееся, и оно неправильно, ты начинаешь искать, где ты ищешь проблему в своей машине. Ты достаешь книгу, которая называется... Или диагностика, или включаешь интернет и спрашиваешь, что у вас было там с Митсубиси Ланцертом. И ты вводишь поисковик, и ты начинаешь считать и изучаешь эту тему. Когда ты изучаешь тему, ты начинаешь понимать, что из этой темы тебе подходит вот это. И у тебя те же симптомы. Ты определяешь свои симптомы, и ты включаешь их туда. И послушайте, Библия – это та книга, которая говорит о симптоматике в твоей жизни. Но если ты отрицаешь ее, если ты не прислушиваешься к тому, что происходит, что может произойти? Полный капут, да, в машине капут. И в жизни так же происходит. Некоторые перестали слышать то, что происходит. Если в твоей жизни есть определенные вещи, как грех, который начинает что-то вредить тебе, и ты прислушиваешься, и ты не находишь ответа, значит, ты недостаточно искал. Библия говорит о том, что мы должны взыскать Господа, в защите Господа, и будете живы. Как я определяю, что помазание мое, оно должно работать. Помазание, которое во мне, через то, что я изучаю. Изучаю, как оно работает. Вы знаете, я понимаю, что вопрос о машине, оно для меня сейчас важно, потому что у меня чуть-чуть сломалось что-то. И я рассуждал и размышлял. И вы знаете, у меня был первые два года, три года, я ездил очень осторожно. Кто из вас осторожно ездил? И чем осторожнее ты ездишь, чем чаще тебя останавливает. Они как чувствуют это. Неправда, кто-то говорит. Ну, я третий ряд никогда не занимал, в первом ряду они все время меня останавливают. И я понимаю, что они останавливали, потому что человек не уверен в себе. Как правило, есть люди, которые не уверены в себе, они останавливаются в определенных обстоятельствах. Неуверенность, она не дает тебе силы. Но самое интересное, наступает такой момент через два года. Самоуверенность. Как подростковый период. В вождении это у всех. Когда у тебя 80 километров на этом, и ты не чувствуешь, и тебе кажется 30, ты еще раз гоняешься, и у тебя 120 уже по городу. И тебя останавливают уже правильно. Было у вас такое, у кого подростковый период? Кто-то не дожил. Ну, сестры у нас все правильные, я понимаю. Сестер это не касается, это только братьев касается. И вы знаете, самоуверенность такая, это такое состояние, которое очень чревато. Хорошо, если ты попадешь не сильно. Правда? Но тебя научит опыт. И когда ты прислушиваешься к себе, где ты начинаешь делать определенные вещи неправильно, ты начинаешь тормозить, ты начинаешь затормаживать. И вы знаете, Слово Божие, оно часто нас притормаживает в некоторых вопросах, что касается нашего помазания. Я удивляюсь, но это так. Мы должны уже оказаться далеко. Но мы еще едем только. Потому что что-то в нашем характере еще не изменилось. Нам надо изменить наш характер. Нам надо измениться. И вот эти перемены происходят в первую очередь, то, что Бог говорит с нашим характером. Бог хочет изменить твой и мой характер. Я хожу на служение. Я слушаю проповедь. Я пою в прославлении. Я делаю определенные вещи. И вы знаете, Бог меняет характер. И когда характер мой не изменяется, я прохожу снова и снова одно и то же. А могу умереть в таком же состоянии. Израильский народ, он должен был в помазании родиться с Иисуса Христа. Сорок лет ходили в пустыне. И не все вошли. И не о всех их благоволил Бог. Почему? По какой причине? Сейчас некоторые говорят, вы знаете, по сути дела, для них рабство было не очень плохим. Потому что в Египте рабы были на особом почете. Кто-то говорит, ну как это так? Там же написано. Рабство – это тяжелый труд, который они выполняли. И они должны были выполнять. Но, вы знаете, вы видели евреи, которые выполняют тяжелый труд? Я вчера видел Пашку, который таскал. Я о своем сыне. Я могу. Вы знаете, бывает, что мы преувеличиваем то, что мы делаем. Мы преувеличиваем многие вещи. И когда они за работу, они получали еду. Они получали те блага, которые есть в Египте. И они были на особом счету. Потому что некоторые вещи, которые были как в памяти о, скажите, Иосифе, они сохранились. Помазание было на них. Бог благословляет. Но что-то им стало не нравиться. Вы понимаете, что мне что-то не нравится в моей жизни? Я не для этого призван. Я не кирпичи обжигать призван. Понимаете меня? Я не призван для того, чтобы творить. Это рабство, когда ты делаешь не ту работу, которую ты должен. Кто из вас понимает, что когда ты не выполняешь того, что ты находишься в рабстве. И они были в рабстве. Ты можешь быть сегодня свободен, но ты находишься в попечении, в повиновении, в послушании. И самое интересное, они могли находиться в послушании у фараона, но они не хотели повиноваться Богу. Сколько людям ты уже повиновался? Кто тебя подводил? Кто тебя подводил? Вы должны отрешиться от всего. Вы должны повиноваться. Повиноваться Богу – это изменение характера. По сути дела, их помазание, самосохранение должно было сработать. И они, вместо того, чтобы довериться Богу, они идут сегодня определенной целью. Какое у вас помазание? Спасение. Мы должны получить и наследовать это спасение через Слово Божие. Но самосохранение не дает мне, каждому из нас. Я должен определить, что я должен делать. И вы знаете, некоторые люди удовлетворяются в этом. И вот на втором году жизни христианской, вы знаете, что некоторые люди даже говорят, что два года длится любовь физиологическая. А гормональная влюбленность, любовь, которая сейчас позиционируется во всем мире, как через два года она заканчивается, что-то должно, и она должна во что-то перерасти. Послушайте, часто она не перерастает в это. Знаете почему? Потому что у человека столько много недостатков, ты не помазан для него. Поэтому мы некоторых испытываем. Я очень часто испытываю молодожен, я вижу, что нету там любви. Я вижу какую-то влюбленность, привязанность или еще что-то. Но это может быть и братское. Но любви там нету. Любовь, она должна сохранить во всю жизнь. И вы знаете, помазание, которое мы несем, и которое должно нести нас, вести нас, оно должно перерасти во что-то. Некоторые люди загорелись чем-то, начали делать, но потом устали. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Вы устали, почему? Потому что у вас что-то не сошлось. И знаете, кого винят чаще всего? Скажите мне. Кого? Кого винят? Ну, не я виноват, точно. Она и он, они, церковь, служение или еще что-то. Кто-то виноват, но не ты. И вы знаете, чаще, когда мы начинаем быть в таком положении, нам надо пересмотреть себя, и нам надо сказать, я что-то не сделал. Я где-то не дошел, я куда-то не прошел. И нам надо это убрать со своего, как бы, своего пути, потому что ты не дойдешь до конца. Гордыня не даст. Ты виноват. И признание вины, оно дает тебе возможность стать снова на то место и вернуться, откуда ты не спал. Вы помните, там говорится о том, который не спал с высоты. Высота – это очень высокое место. Вспомни, откуда ты не спал, и твори прежние дела твои, дабы кто не восхитил венца твоего. Есть тот венец, который Бог приготовил для нас. Есть то благословение, которое Он ожидает. И нам надо остановиться и поразмыслить в этом. Давайте дочитаем. Вторая глава, четвертый стих. «Приступая к нему, камню живому, людьми отвержен, но Богом израно, драгоцену, и сами, как живые камни». Второе, что у нас есть, это пример. Я вам хочу сказать, Библия, она не останавливается, и она дает нам очень масса примеров, много примеров, как это помазание найти. Вы помните, Иисусу стало 30 лет, когда Он вошел в ослужение. Когда Он входил в ослужение, мама Его пригласила в Кану Галилейскую. Первое чудо, которое они увидели, это превращение воды в вино. И это было правда чудо, и об этом начали говорить. Это вкуснейшее было вино. Для некоторых это чудо, знаете, повод для того, чтобы выпить, и они думают, Иисус превратил в вино. Послушайте, это не то вино, которое пьянит. Это небесное вино. Это то, что сделал Иисус. Это то, что Он дал и дал возможность. Некоторые алкоголики себя оправдывают в этом. И Иисус не для этого, чтобы напиваться, а для того, чтобы свадьба. Свадьба продолжалась. И мать Его пододвинула. Вы знаете, есть люди, которые приводят тебя в движение. И, как правило, это родные, близкие, они подталкивают тебя для того, чтобы ты вошел в свое призвание. Нас подталкивают, но это от нас зависит, будем ли мы это делать или не делаем. Есть примеры в Библии. И вы знаете, пример в том, когда это начать, что нужно делать, в какое время. Если Бог призвал меня сейчас уже, Он привел тебя в церковь, значит, ты готов, чтобы работало помазание. Значит, ты должен что-то сделать в своей жизни, что зависит, от чего зависит твое спасение. Потому что некоторые думают, что спасение мое зависит только от Иисуса Христа. Да, мы спасаемся Иисусом Христом, но совершаем свое спасение, исполняя то помазание. Для чего я помазан? Что я сегодня делаю? И смотрите. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Мы дом духовный. Мы дом духовный. Для чего, Он говорит, этот духовный дом создан? Первая часть и третья, как открывается помазание. Пример у нас есть, и нам открывается принесение славы Ему, хвалы Ему. Во всех делах и во всех поступках часто мы натягиваем одеяло в помазание и думаем, что это мы сделали. Но послушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы услышали. Когда Саул поступил неправильно и хотел, чтобы это приписалось ему, слава вся приписалось ему, он даже взялся за Самуила и он сказал, не отпущу, пока не благословишь. Он ожидал человеческого благословения, но потерял благословение. Вы знаете, часто мы хотим благословения человеческого. Мы ищем этой славы вместо того, чтобы Бог создал тебя для своей славы, не для того, чтобы ты прославился. И часто нам придется пройти определенные этапы в нашей жизни. Да, может быть, перед всем народом мы будем без слави, но Бог в этом прославится. О, помазание не всегда ведет тебя в славу в народ. Я хочу, чтобы ты услышал. Некоторые думают, что помазание, оно прославляет. Оно прославит тебя в будущем, но не всегда оно сейчас служит тебе славой. Вы помните, что сделало помазание с Давидом, когда он убил Голиафа? Ему пришлось бежать от Саула. Каждый раз, когда в тебе начинает срабатывать твое помазание, у тебя найдется 20 человек или 30 человек, которые будут гнать тебя. Что-то удивительное сказал? Вот так вот я определяю, что помазание работает. Оно сработало в Иисусе Христе, когда Он воскресил Лазаря из мертвых. И вы помните, что произошло? Все хотели его убить. Определить свое помазание. Если о тебе все говорят доброе, значит, это не помазание Божие. Не все будут говорить тебе хорошо. Не все будут тебя почитать. Не все будут тебя любить. Многие возненавидят. Знаете почему? Потому что дьявол не любит помазание. Не любит помазанных людей. Оно звучит неприятно, но послушай внимательно, ты должен пройти через это. Иисус говорит, возьми крест и следуй за Мной. Есть поприще, которое должен я пройти. Поприще – это неприятное место твоей славы, будущей славы. И смотрите, чтобы приносить Ему славу, тебе нужно будет воспользоваться тем. Я хочу вам привести пример. Когда мы прославляем Бога, у нас есть инструменты, голоса. И вы знаете, когда все поет стройно, когда все играет стройно, когда все подстраиваются друг под друга, когда люди чувствуют помазание и идут за помазанием. Послушайте еще раз. Тогда легко идет прославление. Но когда нету чувствительности к помазанию, тут может быть один или два помазанных человека. И это помазание выливается на всех. Не надо много. Из двенадцати человек был один Иисус. Достаточно было, чтобы весь Иерусалим, весь Израиль пришел в движение. Почему? Потому что он был помазан. Смотрите, помазание работает тогда, когда мы не ожидаем. Когда и ожидаем, оно всегда работает. Но не всегда это слава и благословение. Послушайте. Все должны чувствовать это помазание. Мне нравится, когда есть в церкви определенное движение Духа Святого для определенной цели. Потому что только цель может направить тебя. Если я прославляю Бога, и у меня нету цели, если я делаю что-то, какое-то дело, и у меня нету цели, я должен идти за тем, который помазан. Поэтому, чтобы определить свое помазание, следуй за тем, кто помазан. Ученики Иисуса Христа следовали за Ним. Но даже в тот момент, даже в тот момент Иоанн стоял под крестом, когда он висел на кресте, он шел за помазанием. Послушайте, все оставили. Они шли, они были в проблемах с Иисусом Христом. Да, они оставили его. Но послушайте, помазание, оно влекло все равно к Иисусу Христу. Кто-то пришел к гробу смотреть на Иисуса, кто-то оставался, кто-то находился в горнице и ожидали, когда можно сходить. Но Иисус являлся им. Слушай внимательно, помазание, оно всегда влечет тебя быть и идти за тем, который оно научит тебя и определит, кто ты есть. Они стали апостолами не сразу. Они стали помазанниками не сразу. Помазание, апостольство, оно определенно не стало сразу в них служить. Знаешь, они раздавали должности друг перед другом, но это не сразу начало. Им надо пройти было горнила изменений и перемен. Но первое то, что они сделали, первое, что очень важно, я хочу этого иметь, я хочу определить, что во мне есть. Я буду читать Слово Божие, я буду изучать его. Если ты принял решение, я хочу быть помазанником, я хочу находиться в этом помазании, второе, что я должен сделать, я должен определить его, насколько я помазан. Я должен возлюбить это, возлюбить всем своим сердцем. Я должен думать об этом, потому что Бог, Он благ ко мне. Я должен рассуждать, размышлять об этом. Вы знаете, Бог не создал тебя для того, чтобы ты прославился, Он создал тебя для того, чтобы ты совершил то дело. Помазание работает в деле, оно не работает лежа на кровати, ты должен находиться в том деле постоянно. Не два года, не три, не четыре, ты должен полюбить, ты должен наслаждаться от этого. Это очень важно. Я определяю, как оно приходит в мою жизнь, когда я что-то делаю. Оно заставляет тебя вставать по утрам, чистить зубы, умываться, идти на работу, делать определенные вещи, достигать целей. Если у тебя этого нету, найди это. У меня все есть, мне ничего не надо. Лег в постели, умер. Нет. Я буду жить, я не умру. Я буду жить вечно. И там буду славить Его. И вы знаете, когда мы прославляем Бога, приходит это помазание. Вы вкусили. И второе, что у нас есть, это свидетели, люди, которые помогают нам определить это. За ними иди, за ним следуй. Первое слово, второе, люди. Я вас прошу, если вы найдете такого человека, следуйте за ним. Вы должны чувствовать людей, которых работает помазание. Вы знаете, Саулу хотелось, чтобы Давид далеко был от него, а Давиду хотелось быть возле Саула. Знаете, почему? Давид был помазан на то, чтобы царствовать. И он стремился туда. Вы знаете, как тебя тянет к тем людям? Поэтому я понимаю, что тебя тянет к тем, которые такие же безумные Христа ради. Третье. Стань жертвой. О, да. Представь себя в жертву. Если ты не готов быть жертвой, ты не определишь своего помазания, потому что помазание не дает тебе славы. Оно дает тебе первое слово. Второе. Что? Человек, который ведет тебя в это помазание, и не всегда это хороший человек. Я хочу, чтобы ты... Но он помазан. Не всегда это классный человек, но он помазан. И третье. Стань жертвой. Если ты не определишь вот эти три части, ты не сделаешь цели в своей жизни помазания, определения помазания и стать в этом помазанием. Благословение Божие. Что такое помазание? Многие люди думают, что помазание это когда на тебя елея вылили, за тебя помолились, а ты ничего не делаешь, оно работает тебе. Нет! Чаще ты работаешь на него, делаешь много вещей, достигаешь, и ты знаешь, и ты не получаешь того, что ты должен, но ты удовлетворяешься по пути. на пути откровений твоих. Я радуюсь как великому приобретению. 118-й Псалом. Как великому приобретению. Я еще ничего не имею, но уже радуюсь. Когда я имею благословение Божие, послушайте внимательно, помазание, оно должно учить нас. Скажи, я свидетель Иисуса Христа на этой земле. Послушай внимательно. Когда ты последний раз свидетельствовал? Два года. Я хожу в церковь. Я так устал свидетельствовать об Иисусе. Твоя влюбленность длилась два года. Она не переросла в любовь, дорогой мой. У тебя проблема. Ты должен идти за ним, исследовать за ним. Мне нравится свидетельство. Я нашла этого человека, я пожертвовала ему, я благословила его. И он теперь в церкви, он был на служении и покаялся. Это чудо. Мы должны думать о людях. Мы должны думать, потому что помазание, которое вас, оно дано для того, чтобы люди спасались. Не только ты спасаешься собой, оно спасает и окружающих вокруг тебя. Вы знаете это? О, бывает тебе тяжело, но ты не можешь не за свидетельство. Слушай, мне так сложно бывает, мне так хочется чего-то другого. И тут приходит в эту неприятную ситуацию человек, которому я должен рассказать об Иисусе. У кого такое было? И ты не удовлетворился даже, но ты чувствуешь себя довольным, потому что у тебя есть другие цели, другие планы, но ты доволен. Я понимаю теперь Иисуса, когда Он сказал о Самарянке, есть у меня пища, которую вы не знаете. Есть та еда, которую вы еще не знаете, потому что эта еда приходит, когда помазание начинает работать тебе. Ты уставший, утомленный, хочешь пить, тебе не дают, общаться с тобой не хотят, а ты должен донести им им Евангелие. Вы знаете, бывает такое? Бывает. Вы знаете, сегодня я должен пересмотреть на что я должен делать в том, чтобы раскрылось это помазание. Есть люди, которые ищут этого, но они смотрят на людей и они ждут, пока их кто-то благословит и помажет. Послушайте, не люди вас помазывают, не люди дают вам Духа Святого. Кто? Бог. Помазание дает Бог. И вы знаете, когда по правую и левую руку они хотели сесть в Царстве Божьем, кто сел там, мы не знаем. Сам Бог знает, правда? Но до туда надо дойти. Знаешь ли ты свое место? Я да. Я красавец. Я могу достичь результата. И ты достигаешь результата, но, послушайте, ну проживешь ты 29 тысяч дней. 29 тысяч дней, это мы в среднем проживаем. 29 тысяч. Это немного, правда? Или очень много? Ну, с размерами Вселенной это очень много. Вы знаете, Вселенная размеры? 93 миллиарда световых лет. Это видимая Вселенная, которая изучена. И вы знаете, когда мы смотрим на вот этот промежуток, мы никто, мы пустое место. Дни и миллиарды лет световых. Мы пустое место. Мы даже пар, приходящий на мало времени. Я понимаю Слово Божие, которое говорит обо мне. Но вы знаете, у этого пара есть цель. У каждого из нас, поставленной, есть цель. И если эту цель сейчас не реализовать, не начать реализовывать, на один день ты проживешь меньше. На один день у тебя меньше для исполнения той цели. И вы знаете, я не знаю, сколько нам осталось. Но не откладывай на завтра то, что нужно сделать сейчас. Нельзя откладывать многие вещи, потому что ты оставил все, но ты не последовал за ним. У тебя есть свои цели. И вы знаете, я когда смотрю, я вижу себя в этом 93 миллиарда и я 29 тысяч. И уже из них я, наверное, прожил половину. И может даже меньше. Дней. Сколько дней у меня осталось? Сколько дней для того, чтобы достичь этого результата? Достичь того благословения. Мы не должны размениваться сегодня на это. На что я оставляю все? Я должен просто рассуждать и размышлять. Подумай об этом сегодня. Помазание, которое оно дает тебе жизнь вечную. Оно дает тебе свободу. У тебя бесконечность впереди. И оно даст тебе радость. 29 тысяч. Я буду зарабатывать, жить, проживать, сидеть в кинотеатрах, смотреть телевизор, заниматься всякой ерундой, которая отвлекает меня от того, что я могу сделать. Помазание. Я призван, чтобы это помазание... Знаете, почему? Потому что дьявол все сделал для того, чтобы отлечь тебя от твоей основной задачи. И меня тоже. Я такой же. У нас есть задача, а дьявол что? Наша брань не против крови и плоти. Слушайте, да, я не борюсь с вами, потому что бороться с вами бесполезно. А дьявол, он знает, как уловить нас. Когда-то в церкви боролись с телевизорами. Вы знаете это, да? С кинотеатрами, с синема и так далее. И вы знаете, сейчас я понимаю, что некоторые они люди, они не свободны в этом. Они боролись с этим, но они это не побороли. Вы знаете, с некоторыми вещами не надо бороться. Тебе надо просто исполнять то помазание, в котором ты находишь свое дело. Делай свое дело. Если люди отходят, ты видишь, они отвлекаются и занимаются неправильными вещами. Как только отвлекся Давид, он согрешил. Знаете, откуда, где грех приходит? Как только ты уходишь от помазания, сразу же придет. Я вам хочу сказать, это относится каждому из нас к служению, каждому из нас и неслужителю, каждому из нас. Определи свое помазание, чтобы не грешить. Находись в нем, пребывай в нем. Кто-то учитель в воскресной школе, и вы знаете, я понимаю учителей воскресной школы, они безумны, потому что справиться с детьми это невозможно. Тут с двумя бывает не справляешься. С одним тоже. А у них очень много. И им надо думать и занимать мозги для того, чтобы провести один урок. Три-четыре дня. Это хорошему учителю. Они заняты этим, они обдумывают это, потому что в них работает помазание. Они не могут по-другому, они делают это своим всем сердцем, всем разумением, они делают это с крепостью. Если они не размышляют об этом, вы знаете, как Иисус, Он размышлял это и ночью, Он общался с Богом ночью. О чем? О том, что Он будет делать. Вы помните, когда Ему говорили о том, что Ему надо идти на крест, и вы знаете, ангелы приходили и успокаивали Его для того, чтобы Он шел на крест. Некоторым надо сегодня понять, в помазание приходит и обеспечение, благословение. Но Он думал об этом день и ночь. Ты размышляешь об этом день и ночь. Благословение приходит. И вы знаете, есть сложности в воспитании каждого из нас. Возлюби чистое словесное молоко. Возлюби его. У нас сегодня будет причастие. Прекрасный день. Замечательный день. Вчера была свадьба, сегодня причастие. Но я задам вопрос каждому из вас. Если тут человек, который должен и хочет примириться с Богом, поднимите свою руку. Я буду молиться вместе с вами. Если тут человек такой, слава Богу, кто еще? Вы можете присесть пока. Я хочу увидеть этих людей. Если тот, кто ты тоже хочешь примириться, есть что-то, да? Вы знаете, некоторым из нас надо покаяние сегодня, освобождение и примирение. Потому что Библия говорит о причастии. кто есть и пьет, не рассуждая о теле Иисуса Христа. Потому что оно отдано было за нас, чтобы мы не были во грехе, а были свободны. Если ты не раскаялся в своем грехе и принимаешь причастие, в Коринфянам 11 главе написано, многие из вас болеют и умирают, потому что не рассуждают о чем? О теле. Вы знаете, часто мы не рассуждаем о своем теле, мы думаем, так, какая разница, через 70 лет все равно умру. Но вы храм Бога живого. И Библия говорит, кто разрушит этот храм, того покарает Господь. Поэтому мы не должны быть разрушителями своей жизни, потому что эта жизнь не принадлежит даже нам. Моя жизнь не принадлежит мне. Она принадлежит тому, кто купил ее дорогой ценой. За твою жизнь заплачена смерть Иисуса Христа, который не заслужил этого. Если ты сегодня не понимаешь, что жить во грехе тебе не позволительно, ты еще не умер, не думай, что помазание работает. Помазание начнет работать тогда, когда грех уйдет. О, послушай внимательно, зло будет отделять тебя всегда от Бога. Но как же ты скажешь? Как же? послушай, каждый момент, когда человек согрешает и не раскаивается, это все равно, что сбрить Самсону волосы. Он согрешал, он неправильно поступал перед Богом. В конечном итоге он был с выколотыми глазами и погиб. Знаете почему? Потому что грех бывает преодолевает тебя, а помазание оно уходит. Потому что ты недостоин. И вы знаете, часто нам надо, чтобы возвратилось это раскаяние, покаяние. Соломон возвратилось по-моему, только когда? Когда он потерял все. Ты еще не все потерял. Поэтому я задаю вопрос Самсону. Поэтому я задаю вопрос, если ты еще не совсем все потерял, тебе нужно возвратиться. Тебе нужно покаяние. Тебе нужно, чтобы то, что у тебя есть, помазание, оно не потерялось. Каждый из вас был помазан для определенной цели. Кто пришел к Богу, покаялся, принял Иисуса Христа в свое сердце. Но вам надо возвратиться снова. Вам надо покаяние, вам надо возвращение. Бог призвал тебя. Скажи, я призван. Пойми это, что ты призван. Ты не свой. Ты куплен дорогой ценой. Я куплен дорогой ценой. Я не принадлежу себе, даже не принадлежу ей. Я не принадлежу никому. Только один может властвовать надо мной. Это Господь Бог. И если ты нуждаешься сегодня в молитве, тебе надо принять решение покаяния. Давайте встанем все. Давайте склоним голову, просто склоните свои головы. Скажи перед Богом, Господь Иисус, я прошу тебя, прости меня. Я осознаю, что я грешник. И я нуждаюсь в тебе. Я молю тебя, очисти меня и омой меня от всякого греха. Я верю тебе, Иисус, что ты пошел на крест, чтобы я сегодня имел свободу. И я прошу тебя, освободи меня от всякого греха, от всякого зла. И я благодарю тебя за твой мир, за твою благодать, за твою свободу, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И все сказали Аминь. Мы сейчас будем молиться за причастие. Когда мы помолимся за причастие, это уже будет тело Иисуса Христа и крови Иисуса Христа для нас. И каждый, кто будет есть и пить, вы возвещаете смерть Господу. Доколе Он придет, возвещаем то, что Он сделал. Мы говорим об этом, мы свидетельствуем, мы свидетельствуем нашей плоти, что мы куплены дорогой ценой. Снова и снова. Это приятно. Я дорог в очах Божьих. Но это еще и говорит о том, что у меня есть цель в этой жизни. Поставь эту цель перед собой, правильную цель, спасение душ, приведение людей ко спасению. Просто поставь эту цель, и тогда ты увидишь свое благословение, предназначение. У тебя есть предназначение. Потому что Бог, когда избирает, Он не ошибается. Когда Он выбрал, Он не ошибся в тебе. Знаешь что? Мы просто можем отказаться от своего предназначения. Мы говорим, нет, пускай другой пойдет, пускай другой сделает. Но Бог говорит, слушай, я тебя выбрал, я тебя избрал. И скажи, я избрал. Мне нравится это. Мы избраны. Мы избраны. Чтобы от нас произошло то, что должно произойти, спасение этого народа. Мы избраны. я благословен. Мы сейчас будем принимая причастие, просто провозглашать то, что Господь избрал нас на кресте. Снова и снова возвещаем то, что Он совершил. Аминь. Господь, я благодарю Тебя и славлю Тебя за этот хлеб, за тело, которое было ломимо за нас, за чашу, которой есть Новый Завет. И мы молим Тебя, благослови этот хлеб и благослови чашу, Господь. И мы просим Тебя, прикоснись через это причастие, Господь, каждому из нас. Дай нам новые цели, новое направление, Господь. А если мы утеряли, Господь, я прошу Тебя, дай нам снова восстановить то, что Ты дал нам, Господь. Я прошу Тебя, благослови. Пускай Твое помазание и поиск того, что Ты определил в нас, будет работать, Господь. Через это причастие снова и снова мы возвещаем. Мы возвещаем Твою смерть, что мы избраны, что мы призваны. Мы благодарим Тебя, и мы славим Тебя, великий Бог, и мы благодарны Тебе за хлеб, за тело Твое, которое ломимо за нас, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Все сказали Аминь. Все возьмем сначала причастие, а потом все вместе примем его. Хорошо? Хорошо? Спасибо за Крест, где распят за меня Ты был, Иисус. Спасибо за Ту Крест, за Ту Кровь, Которая Ты меня обык. Благодарю Тебя за спасение, благодарю, что жизнь подарил, благодарю я за искупление, Ты умирал, что вечная жизнь. Благодарю Тебя за надежду, и благодарю, что победит. Благодарю Тебя за надежду, Ты к вечной жизни мне путь открыт. Спасибо мой Господь, Благодарю Тебя всю Спасибо мой Господь. Спасибо Мой Господь, 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 спасибо мой Господь. Спасибо за любовь, спасибо за тот крест, где рассказал Иисус, спасибо за твой путь, Спасибо за твой путь, Пройди меня, Аминь. Я даю тебя за спасение, Я даю, что жизнь поверила, Я даю тебя за искупенье, Ты умирал, чтоб вечно я живу, Я даю тебя за спасение, Я даю тебя, что жизнь поверила, У всех есть, да? А воскресную школу позвали? Я даю тебя, что жизнь поверила, Я даю тебя, что жизнь поверила, Ради каждого из нас, Господь, Чтобы мы имели сегодня эту свободу, Я благодарю тебя за моих братьев, За сестер, Господь, с которыми я Сегодня могу вспоминать то, что ты сделал, За это помазание, которое мы имеем в тебе, Господь, мы благодарны тебе, Я прошу тебя, через это, Господь, пускай откроется, Еще и еще, Господь, Твоя сила и воля Твоя в каждом из нас, А мы снова и снова возвещаем, Господь, То, что ты совершил ради каждого из нас, Чтобы быть в том благословении, Которое мы приняли от тебя, великий Бог, Слава тебе, Отец, Сын и Дух Святой, Слава тебе, Иисус! Аминь! Господь, я благодарю тебя и славлю тебя, Я благодарен тебе за все, что ты даешь нам, За этот прекрасный день, за Твою жертву, Господь, Господь, я благодарю тебя, Я благодарю тебя за ту славу, которую ты имеешь сейчас, Господь, на которую мы смотрим, И мы знаем, Господь, что у нас есть надежда, Потому что ты воскрес из мертвых, И мы имеем сегодня эту надежду, Я прошу тебя, благослови сегодня каждого, Господь, из нас, Который потерял эту надежду, Который, Господь, усматривает другое, Я прошу тебя, чтобы направили все взор, Господь, На то, что ты приготовил для нас вечную жизнь, Я прошу тебя, пускай это воскресенье Откроется в нас, Господь, Пускай Твое воскресенье придет, Я благодарю тебя и славлю тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, слава тебе, аминь. Скажи своему соседу, Иисус воскрес! Иисус воскрес! Иисус воскрес! Иисус воскресенье